А сейчас об уникальной операции, которую провели хирурги первой кровообольницы в прошлом году. Но известно о ней стало только сегодня. Если бы не случайная утечка информации о потрясающем мастерстве наших медиков, никто бы не узнал. Краснодарские врачи сделали пациентке новую челюсть из ее же собственной голени. Случай редкий. Сложность была не только в самой пересадке, но и в том, чтобы имплантировать в кости искусственные зубы. Это была серия операций, и все они прошли успешно. Сегодня мы встретились с 30-летней Евгенией Максаковой, и она рассказала свою историю и о том, как прошел реабилитационный период. Чувствую себя хорошо. Благодаря врачам, медицинскому персоналу, краевой больницы, реабилитация проходила для меня, я так думаю, что легко, потому что всегда я получала консультацию врачей своевременную и необходимую. Мне была доступна та информация, которой мне требовалось, чтобы не переживать, не бояться, а чувствовать себя спокойно. Два года назад у женщины обнаружили опухоль диаметром 8 сантиметров. Она мешала есть и говорить. Перед хирургами стояла задача устранить новообразование и восполнить недостающую часть кости. В качестве донорского материала взяли одну из костей голени, повреждение которой не скажется на возможности ходить. Опыт таких операций есть в Европе и Москве, но кубанские медики провели ее впервые. Самое сложное оказалось подготовка. Предварительные расчеты делала целая команда. Работа с пациенткой – это работа не нашего коллектива исключительно, а коллектива всей клиники, многих участников. И смежных специалистов, и коллег, которые делились с нами знаниями. Это планирование, 3D-моделирование, это изготовление стереотографических моделей шаблонов для достижения максимально точного результата. С достижением специфики угла изгиба нижней челюсти люди все индивидуальны. Первую неделю после операции Евгении запретили нагружать ногу донора. Еще две недели она ходила, опираясь на трость. Сейчас женщина уверена в каждом своем шаге.